Девушки отдыхают Загадочное поведение этого певца и уникальный голос породили множество слухов вокруг него Как только его не называли Человек-амфибия, ихтиандр и даже подозревали в инопланетном происхождении Не такой популярный в России за рубежом Витас-мегазвезда Фан-клубы в Китае, Таиланде, памятник в Шанхае Главные роли в блокбастерах Но, несмотря ни на что, его имя никогда не было в центре скандалов и сплетен И вдруг в мае 2013-го он все-таки стал героем скандальной хроники Какие чувства он испытал, оказавшись в эпицентре скандала? Кто помогает ему по жизни? Чем он дорожит больше всего? Сегодня впервые Витас решился на откровенный разговор в наедине со всеми Но вы и правда неземной У вас, если не жабры, то вот здесь что-то такое рыбье на ногах Это что? Чешуя, наверное Чешуя? Ну, переливается, и здесь переливается Старался Подтвердить все наши ожидания К нашей встрече, да Да, все сложные о вас легенды Как вам их поддерживать, вот эти легенды? Да вы знаете, я счастлив и рад, на самом деле, что Есть такая вот, не побоюсь этого слова, наверное, всемирная любовь Вы знаете, я с самого раннего детства выбрал для себя этот путь, путь творчества И до сих пор иду по этой тропе, никуда не сворачиваю Знаете, я видала не так много ваших интервью Но каждый раз, когда смотрела их, ловила себя на том, что вы ведь еще достаточно молодой человек Правда? Ну, наверное, да Вам сколько лет? Вот будет 35 Ну, 35 лет, это возраст такой, ну, как сказать Еще достаточно бесшабашный Все только начинается Да, можно сказать, все только начинается А вы уже очень давно на эстраде, всегда такой сдержанный Очень такой классический, я бы сказала Это почему? Вы знаете, это мое внутреннее состояние Да ладно, то есть вы никогда не хулиганите Наверное, в жизни, когда я встречаюсь со своими друзьями, близкими, родными Вот тогда я играю Когда я нахожусь на сцене, когда я выступаю, у меня есть свой мир Ага Который я создаю И это мой искренний, самый честный мир Вот такой, как вы сидите сейчас передо мной Это вы такой настоящий Настоящий Замкнутый, закрытый Мне кажется, что на вас так рано упала слава Что вам приходится ее поддерживать 22 года, я не думаю, что рано Ну, 22 года Еще можно было кутить, шалить, дурака валять А вам выступать, держать себя в форме Вы знаете, я не из тех людей, которые любят кутить Нет? Я люблю работать, я люблю писать музыку, писать слова, тексты Могу честно про себя сказать, что я трудоголик И больше ничего вам в жизни не интересно, кроме работы? Очень много Вот мы сейчас с вами общаемся, очень интересно Да? Первые секунды я просто вот Ошеломлен Вот все, как вы сейчас говорите И столько раз уже успели повторить о творчестве Которое так для вас важно И я, поймите, ни в коем случае в этом не сомневаюсь Но у меня это мало вяжется, например, с историей Которую я про вас знаю Что вы увезли свою будущую жену Которой был в тот момент 15 лет, а вам было 20 Чуть ли не выкрали ее из родного дома Ну, почему чуть ли выкрал? Выкрал из родного дома, значит, привез ее в Москву С Украины Это какой-то поступок такой, ну, вообще азартный, я бы сказала И такой гусарский А вы сидите здесь с прямой спиной Как гусар Говорите про творчество Вот у меня эти два события никак не вяжутся Да, вот как раз они и вяжутся Это тоже творческий поступок, наверное А как вы ее уговаривали вот на этом? Вообще я вам хочу сказать, что моя жизнь вообще вся, как в кино Какой-то, знаете, такой фильм Интересный С разными поворотами Красочный С разными яркими событиями Это вот, наверное, одно из главных составляющих Вот этот вот мой поступок И вот эта вот часть моей жизни Что касается моей супруги Светланы Я не представлял своей жизни без нее Поэтому я был вынужден сделать такой поступок Мы даже это планировали В один момент сказал Светочка, ты знаешь, что я должен уехать в Москву У меня теперь начинается новая жизнь Новый этап И я должен покинуть свой родной город Но я тебя настолько сильно люблю, что не представляю своей жизни без тебя Я уехал И ровно через 2-3 дня Она мне перезвонила И сказал Виталик, я не могу без тебя жить Я хочу к тебе И когда я вернулся из Москвы На 2 дня в Одессу Мы разработали план Как нам можно будет покинуть Одессу И уехать через границу В другую страну Причем самое интересное в этой ситуации Что у нее не было паспорта Конечно, мне 15 лет было всего Мне было только свидетельство о рождении Которое родители уже спрятали заранее Подозревали ваше коварство Да, предполагали, что мы можем сбежать Яркий момент, когда Света села в поезд Она посмотрела мне в глаза Поезд тронулся И она сказала Боже мой, Виталичек, что я делаю? А вам было самому 20 лет У вас-то самого не было такой мысли в поезде Боже мой Кровь Кровь кипела Господи, увожу 15-летнюю девчонку Куда везу? В Москве еще ничего нет Я вам скажу очень просто Я не представлял своей жизни без нее Между тем вы, по-моему, какое-то время скрывали Тот факт, что вы женаты Но вот по поводу того, что женат, да, наверное Опять-таки, легенда Не сказал бы Да, то есть это не такая банальная история, как то, что зрительницы любят мужчин Которые не женаты Которые не женаты Которые не женаты Да перестаньте, но это же законы шоу-бизнеса Я не понимаю таких терминов Сейчас шутите, прикалывайтесь недавно Никогда То есть вы не знаете таких терминов, как законы шоу-бизнеса Это вот к продюсеру к моему Может быть он вам советовал не говорить о том, что вы женаты? Я просто понимаю и до сих пор не перестану утверждать, что есть у каждого человека в этой жизни какие-то личные вещи, о которых не хотелось бы говорить, понимаете? А вы вообще сентиментальный человек, судя по всему Вот в одном из интервью вы рассказываете про период, когда вы были в детском саду И вот ваша мама работала, и всех детей из детского сада, я цитирую вас, разбирали раньше А я оставался один в комнате, где валялись игрушки, сам такой уже брошенный И плакал, 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 плакал Почему так-то? Вы решили в детстве вернуть меня? А вы что, сейчас заплачете? Это хорошее, да, у меня такое сразу настроение, вот действительно Даже не знаю, как сказать и сформулировать точно Моя мама работала в Доме быта художником-модельером Вот, и ей было очень тяжело совмещать работу и воспитание своего любимого сына Потому что он был такой чувствительный? Или вообще? Она была вынуждена уволиться с работы и заниматься исключительно мной Потому что она не могла смотреть на то, что... Вы плачете? Да, на то, что я остаюсь в детском саду один, когда всех детей уже забрали Я сейчас сам отец и понимаю, что ни в коем случае категорически я свою дочь забирать позже, чем 5 или 4 часа вечера не буду И это для меня, знаете, наверное... То есть такое сильное впечатление на вас произвело? Конечно, безусловно А были потом вообще обиды на родителей? Вот, что они как-то не так вас, может быть, понимали, не так вас чувствовали, не так вас слышали? Ну, наверное, у каждого человека есть какие-то обиды, но, может быть, они недостаточно объективны Все приходит со временем То есть вы сейчас стали взрослее и смотрите на это иначе? Я очень часто анализирую какие-то ситуации своего раннего детства, понимаете? Но я, наверное, об этом никогда не говорил, но, наверное, сейчас имею право об этом сказать Мне кажется, вы вообще имеете право на все Вы знаете, очень такое яркое впечатление из детства Я почему-то его запомнил Мне очень сильно понравилась игрушка плюшевая Я ее увидел в магазине Я гулял с дедушкой, я увидел эту игрушку Но у дедушки я не попросил ее купить Я хотел, чтобы мне купила эту игрушку мама Я пришел домой, вернулся Говорю, мама, ты знаешь, тут недалеко есть магазин Там такой плюшевый мишка продается Ты не могла бы мне его купить? И мама узнала цену у дедушки И сказала, что у нее не хватает нескольких рублей Для того, чтобы купить эту игрушку И сказала моему отцу, чтобы он пошел со мной в магазин Ну и добавил какую-то там часть денег Мы пришли с папой в этот магазин Я был, вы знаете, наверное, на вершине блаженства Я понимал, что вот совсем рядом лежит эта игрушка И сейчас мне ее купят И папа в тот момент переключил мое внимание Я только сейчас это стал понимать Он говорит, сыночек, посмотри, какой красивый вертолетик есть Он тогда мне купил маленький вертолетик Потому что он понимал, что денег не хватит На большую игрушку Впечатление в том, что я понимаю, что Это был нечестный поступок По отношению ко мне со стороны отца Ага То есть это та обида, скажем, детская Которая переосмысленная Которая теперь понята Что это, в общем, ну А куда деваться? Денег не было? Или нет? Не могу вам сказать, были деньги или нет Почему-то мне обидно стало Я до сих пор это помню Поэтому я всем своим друзьям Родственникам, близким говорю Что детям нужно отдавать все Все, самое лучшее Вот жертвовать всем То есть свою дочь вы балуете от души? Я стараюсь делать Ну, баловать, не знаю, насколько получается Но стараюсь сделать так, чтобы она была счастлива И чтобы у нее было все, что она хочет Вот любопытно, что ваши музыкальные способности Обнаружили вас не родители, а дед Ну, дедушка был вообще первый мой учитель, наверное Потому что он мне подарил аккордеон Подарил мне барабан И вообще первый музыкальный инструмент Мне подарил мой любимый дедушка И он почувствовал, что это не просто так Очередная детская игрушка Да, но я сразу взял барабан И начал выстукивать ритм Причем он мне показывал какие-то части ритмов И я тут же повторял их Потом я взял аккордеон И как-то я так вот по слуху Стал определять какие-то интенсионные вещи И стал играть на этом аккордеоне И тогда дедушка позвонил маме И говорит Лилич, когда ты знаешь, что твой сыночек уже Через 10 минут после того, как он взял аккордеон Уже играет на нем Ты не хотела бы его отвезти в музыкальную школу И меня повели в музыкальную школу И я стал заниматься У нас есть интервью с вашим учителем Первым вашим учителем Давайте его посмотрим Первый раз я с ним познакомился с дедушкой Витаса Вообще классный такой дед Я бы сам о таком мечтал Дед рассказывал, что у меня очень музыкальный внук есть Можно его со мной познакомить Уже позже, когда с ним занимались Девочка в соседнем классе сидит Учит какую-то пьезу разбирает А мы с ним свое учим Вот проходит час Девочка долбит, долбит, долбит эту пьезу Мы свое сделали А он, хотите я вам сыграю пьезу, что это девочка будет А ну давай попробуем Он уже и играет А когда выходил на сцену, он преображался Такое становилось очень открытое Его сцена не пугала Мы с ним регулярно видимся, регулярно встречаемся Но это вот вас характеризует Как очень трогательного такого и благодарного человека Что это же просто учитель в музыкальной школе Который занимался с вами И вы, вознесясь, в общем, уже на этот Олимп, могли бы не поддерживать Такую плотную связь А почему вам это нужно? Я по-настоящему люблю Геннадия Сергеевича Он действительно очень многое сделал Для меня в моей жизни Во-первых, он очень чувствительный человек Как и вы Да, он не зрячий У него совершенно другое восприятие Геннадий Сергеевич, он все играл интуитивно На слух То есть он мне показывал какой-то отрывок из произведения И я тут же его повторял То есть если Рядом сидящей ученице Нужно было Две, две с половиной недели Для того, чтобы выучить произведение То мне хватало буквально трех-четырех часов Далее Наедине со всеми Меня исключали школы за это А вы что? Ну что, я пытался удержаться Загадочное поведение этого певца И уникальный голос Породили множество слухов вокруг него И это только подтверждает то Что Витас Самый таинственный певец На нашей эстраде Много лет он никому не давал интервью И, несмотря на свою популярность Предпочитает оставаться в тени В каком-то интервью вы сказали, что вы себя чувствовали исключительно В детстве еще, в юности Чувствовали свою исключительность Это благодаря тому, что Вот Был дедушка, был учитель Который вам говорил, что у вас есть какие-то особенные Способности Или это вообще что-то совсем ощущение свыше Космическое Я понимаю, что вы говорите Дело в том, что я вообще Наверное, если можно так выразиться Шел по встречной полосе всю жизнь И, наверное, по всей день продолжаю это делать Почему по встречной? Ну, потому что очень многие люди Начиная с самого раннего детства Меня не понимали То есть я был, знаете, вот белой вороной Потому что я вот помню Была ситуация Когда я зашел в класс В костюме Майкла Джексон На урок украинского языка Я вот хотел быть таким В районе Молдаванки шел мальчик Совсем из другой оперы Под шляпой длинные волосы Из черных туфель торчали белые носочки Которых не скрывали укороченные брюйки На шее шарф в стразах На животе блестело сразу несколько поясов Венчал мой образ китель с бахромой на погону Это вот... Это сколько вам было лет? Начиная, наверное, с 12 лет Я вот стал таким... Но это же чистый эпатаж Ну, я не знаю Я тогда не думал об этом Ну, смотрите, 12 лет Это возраст, когда мальчишки Ну, вообще-то Довольно жестокие, мне кажется Еще в детстве Это как-то может Совсем глубоком проконать А когда вот 12 лет Так это, ну, просто издевательство Ну, бить должны были хотеть Хотели Били? Нет Почему? Боялись подойти А что, сильные вы? Ну, а вдруг Вы представляете Человек вот идет Все ходят в джинсах А я иду в стразах весь Да Мало ли что А, то есть думали А, ненормальный Что-то, да, вот Не такой, как все А вас это не смущало? Я не думал об этом А как ваши родители К этому относились? Папа как относился? Папа в какой-то момент Перестал верить в то, Что у меня получится Стать артистом А учителя? А вот это лучше у них, конечно Спросить Ну, ничего себе Вот вы зашли Вы говорите На урок украинского языка Вы зашли Вот в таком-то прикиде Меня исключали школы за это А вы что? Ну что, я пытался удержаться Удержать свои позиции Понимаете, я сбегал с уроков Когда мне отец подарил Клавиатуру, ионику Я вообще сбегал с уроков Для того, чтобы вернуться домой Если даже родителей не было дома Я залезал через окно Чтобы поиграть на этом клавишном инструменте Вы, наверное, были очень одиноки Но не любили учиться Но при этом у вас было увлечение Я вообще, да, считаю Видимо, опыт жизни Смотрите Тем не менее Вы в какой-то момент пошли заниматься боксом Не было такого Да вы что? Значит, врет интернет Не читайте интернет Выключите 3G У вас есть 3G? Выключите его Почему? Ну, гадость это все, простите А мальчики-друзья были? Друзья-мальчики А зачем вам это? Мне это за тем, чтобы понять Вот такой человек Склонный к такому эпатажу Берегущий свою индивидуальность Я понимаю эту сторону Но вы очень рано это начали делать В 12 лет формируются мальчишеские компании Вообще они друг друга тоже формируют определенным образом Обтесывают углы какие-то социальные Может быть, да Мальчики обидятся, наверное, во всей стране на меня сейчас Но не люблю мальчиков И вот неинтересно мне с ними Вот честно вам скажу Да? Какое-то вот мышление у них тяжелое То есть и сейчас друзья-мужчины нет? Я как-то вот больше с женским полом Потому что как-то вот интереснее Почему не могу понять? Интереснее Я могу Какое-то вот у них, видимо, мышление близкое к моему То есть они нелогически мыслят А мужчины, вот если вы с мужчинами разговариваете Очень сложно Вот они про автомобили любят поговорить Вот, кстати, про бокс и так далее А у вас автомобиль есть? Да Вы его сами водите? По-разному бывает, смотря по ситуации При этом вот про девочек вы вспоминаете в одном из интервью Что ходили вы на занятия в танцевальной студии И вот преподаватели решили, что пора переходить к танцам в паре Подсунули меня очаровательное создание в яркой юбочке Идва дотронулся до руки девочки В горле набух комок Я расплакался и убежал Было дело А чего так? Ну, это вот я, честно говоря, сейчас сказать вам не могу Но думаю, что просто застеснялся А как вы увидели свою жену? Как вот это случилось? Первое знакомство? Первое знакомство было в театре музыкальной комедии После исполнения песни опера номер два погас свет Но я видел уже с правой стороны, что стоит та, наверное, которую я искал всю жизнь Сразу поняли? Вы знаете, вот многие не верят в любовь с первого взгляда Я верю То есть она не на вас пришла, не вас посмотреть и слушать? Ее сестра Наталья тоже выступала в театре музыкальной комедии А, то есть она вообще пришла смотреть свою сестру? Так точно, абсолютно верно Причем я сейчас у нее спрашиваю Света, ты веришь в любовь с первого взгляда? Она говорит, да Ты моя первая и последняя любовь А вы вот как увидели ее в кулисе? А дальше побежали бегом за ней и сказали Девушка, как вас зовут? Вот я как раз не дорассказал эту историю Я с правой кулисы обошел в левую Подошел к ней сзади и шахнула ей на ухо, милая Она обернулась, немножко испугалась И в этот момент начали включать свет Я увидел ее глаза Между нами возникла какая-то энергетическая связь С тех пор мы вот... Вы вместе 16 лет уже? В 16 лет, да Знакомство с родителями, Светлана Вы очень организовали оригинально Я ориентируюсь на интернет Среди зимы заказал камаз с песком Засыпал им всю парадную Так что входная дверь с трудом открывалась Правильно? Это да На этот импровизированный пляж поставил пальмы в катках И четыре шезлонга Когда Света открыла дверь, я сообщил Выходи, милая, лето настало Было такое? Было Вообще ужас какой-то Кто же песок-то потом убирал из парадного? А родители были потрясены или шокированы? Родителей не было дома, к сожалению А, ты все зазря? Я так хотел всех удивить на самом деле А что вы еще делали такого вот Из разряда против течения? Или по встречной классе? Многое делал Вот здесь, наверное, сейчас сижу с вами То есть это тоже некоторый патрон Ну как бы да У меня нет такой практики Вот общаться, участвовать в программах ток-шоу различных Ну у вас больше получается? Практики нет, но вот буду теперь практиковаться Наверное, самый большой опыт это вот сейчас А у вас есть друзья вообще? Друзей нет Совсем никаких? Ну опять же таки нужно понимать, что такое друг Вот в вашем понимании, что такое друг? Можно я вас чуть-чуть? Можно, конечно, да Мне кажется, друг это тот человек, с которым ты можешь поделиться достаточно сокровенными вещами А что такое любовь? Ой, это вы слишком далеко зашли в вашем интервью Давайте остановимся на друзьях А вот давайте вот о любви Вот в вашем понимании, что такое любовь? Могу сказать, что безусловно в этом присутствует некое божественное начало Некая химия, которая от нас не зависит Но туда входят составляющие Уважение взаимного, комфорта взаимного Умение Не быть эгоистами Потому что иначе любовь разрушается Очень быстро Когда два эгоизма с шибком встречаются Это все любовь Понятно А я вот считаю по-другому совершенно Вообще считаю, что любви нет Опа! Есть любовь к самому себе, наверное, только у каждого человека А любовь с первого взгляда, которая с вами случилась, это что было? Ее нет? Вот вы представьте, пельмени вы едите Вы их за что любите? Вкусно За то, что вы получаете наслаждение Да Вам хорошо от этого Да Но если вам дадут те же пельмени там Или, условно говоря, какой-нибудь продукт Совершенно с другой начинкой Вы перестанете их любить Наверняка Потому что вам станет хуже от этого Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вам что-либо Перестает доставлять удовольствие и наслаждение Вы это уже не любите Вот когда вам плохо, вы не любите Вот когда вам хорошо, вы любите И вы все эти 16 лет, вам так хорошо, что вы все время любите? Безусловно И ей хорошо, и мне хорошо А про нее вы откуда знаете? Спрашиваете? По глазам все видно То есть, никогда не ссоритесь? Очень редко Мы очень быстро находим компромиссы И кто главный в поиске компромисса? Опять же таки, нужно смотреть по ситуации То есть, нет такого распределения ролей, что, скажем, Света всегда говорит Ну, прости меня, пожалуйста, я была не права Или там Это всегда ваша роль Это очень дорогое, наверное, качество для каждого человека Умение признавать свои ошибки Я умею признавать свои ошибки Правда? Это бесценное качество для мужчины, я вам скажу Очень Не знаю А как вы жили в Москве, когда вы привезли сюда 15-летнюю Свету? Снимали квартиру? Кто ходил в магазин? В магазин? В магазин ходила, Света в магазин Ну, по очереди ходили По-моему То есть, вы стараетесь не зацикливаться на быте Это вам мешает? Вашей работе? Ну, сложный вопрос для меня, честно говоря Ну, вот, например, мужчина Женатый мужчина, я думаю Хочет обеспечить свою семью Там, не знаю, какими-то основами Квартирой, там, дачей Говорю, стандартные вещи Но без них не обходится жизнь Абсолютно верно, абсолютно с вами согласен То есть, все это вы смогли обеспечить? Безусловно И это было ваше цель? Конечно То есть, не настолько вы против течения всегда идете Кое-что, о чем вы думаете? Нет, в любом случае, я как взрослый человек И в какой-то степени опытный Понимаю, что для того, чтобы семья была счастливой и перспективной Для этого, конечно, нужно сделать какие-то определенные вещи Вот то, о чем вы говорили Я понимаю Без этого никак А можно сказать, что сейчас вы в Китае более популярны, чем в России? На своей популярности, честно говоря, нет Не могу сказать ничего Не знаете? Где я популярен? Совершенно разное восприятие У нас есть небольшой сюжет про Китай И про вашу популярность там Давайте на него взглянем В Китае Витаса называют королем эстрады Его именем называют детей А в городском парке Шанхая В честь него установлен памятник Фан-клуб Витаса в Китае Насчитывает десятки тысяч человек по всей стране Его дебютный альбом разошелся тиражом более трех миллионов дисков Он сыграл главные роли уже в двух китайских фильмах Витас стал единственным иностранным артистом Которого жители Поднебесной выбрали для презентации Олимпиады 2008 года Я желаю навсел тебя Ст φан-клубく這樣的 Это впечатляет! А что вы почувствовали, когда узнали, что вам памятник открыли? Ну, я очень был удивлён и приятно удивлён. Если люди выражают свою любовь ко мне таким образом, то это действительно счастье. А вы китайский язык уже знаете? Ну, какие-то фразы, определённые слова, безусловно. А что вы говорите? Добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Я рад, что вы сегодня пришли на мой концерт. А можете сказать это по-китайски сейчас? Я буду для вас петь с удовольствием. Да, но вы герой. Это же очень сложный язык. Ну, сложный, очень сложный. Причём там очень большие сложности. Это, допустим, интонационно там «д» — это папа, «д» — это дочь и «д» — это сын. Представляете? Вот я понимаю, что это я не осили бы никогда. А как же вы смогли играть в фильме? Вы знаете, опять же таки, слава богу, что во мне есть такая жилка. Работать, много работать, много трудиться. Это очень большая работа на самом деле. Но вам это было лестно, когда вас позвали? Это же блокбастер всё-таки такой просто... Я не думаю об этом. Вот о таких вещах я не думаю. А в чём думаешь? Мы позвали, я сыграл роль. Но она же имела большой успех. Я счастлив. А был какой-то кастинг? Или вот вас именно и приглашали? Ну, я не знаю, честно говоря. Мне позвонил Сергей, сказал, что мы должны вылететь в Китай. И ровно через месяц у нас начинаются съёмки в фильме «Мулан». И он предоставил мне сценарий, который я тщательно в течение двух месяцев изучал. Переведённый. Да, безусловно. Вживался в эту роль и как бы пытался сделать, чтобы зрители поняли, что я могу быть актёром. И это было на высшем уровне. И это было успешно, потому что вас пригласили ещё в один фильм? Да, я играл роль в другом фильме ещё. Но ведь это же совсем другая профессия. Актёрство. Ну и что? Не страшно? Всё это, да. Это вот один такой бриллиант, если можно так это назвать. Или цветок по-разному распускающийся. А правда, что у вас есть недвижимость в Китае, чтобы приобрести даже дом? Есть. Там очень хорошо пишется и дышится. И там такое, знаете, вот место вот в горах. И это умиротворение. То есть тебя никто не трогает, никто тебя не отвлекает. Я выключаю все мобильные телефоны, отключаю интернет. Кстати, не выключили 3G. Вот советую ещё раз, возвращаясь к этому вопросу. И тогда ты можешь быть наедине с собой. А жена и дочка были в этом доме? Безусловно, да. Аллочке очень нравится. Один раз, правда, но приезжали, да. Приезжали. А почему только один раз? Признаюсь вам честно, очень много работы. Семья ждёт, вы знаете, ждёт, когда мне звонит Аллочка по мобильному телефону и говорит, папочка, ты где, я говорю, на гастролях, ты хочешь, я к тебе прилечу? Я говорю, хочу. Вот она садится на маленький самолётик дома, игрушечный, летает ко мне постоянно на гастроли. Так это трогательно. Да, и вы себе не представляете, какое счастье, когда я приезжаю домой, я вижу дочь, и она бежит ко мне, к папе, как я тебя ждала, как я скучала. Вот она смотрит на меня этими глазами, беззащитным взглядом смотрит на меня. И я понимаю, что я, наверное, единственный человек в этом мире, который может её защитить. Вот такое вот у меня впечатление. Это ужасно ответственное. Это груз серьёзный. Да, она смотрит такими глазами, что да, вот только тебе я одному доверяю. И вы знаете, я настолько сильно люблю её. — Слушайте, не могу не коснуться этого скандала, который произошёл в мае этого года. Знаю, что тема неприятная, не буду на ней останавливаться долго. Но меж тем, мне кажется, что, когда случилось это ДТП, вы там проявились несколько иначе, чем вот так обычно в интервью такой классический, такой строгий и правильный человек. Может быть, это вызвало такой резонанс? — Вы знаете, я вообще не сторонник заглядывать в прошлое, скажу вам честно. — Ну, я понимаю, особенно, когда она такая неприятная. — Да, это действительно была неприятная ситуация. И она доставила очень много боли. Я бы сейчас, наверное, не хотел бы говорить про себя, потому что я привык к боли. — Привыкли к боли? — Да, но у меня же ведь мама умерла, дедушка совершенно недавно. Я очень тяжело и очень... На этом остановимся, очень тяжело переживаю эти события. Мне очень тяжело, я очень долго потом восстанавливаюсь после таких потрясений. Эти три месяца они меня выбили из колеи. — Как вы думаете, вы сами спровоцировали эту ситуацию? Или это все-таки такая радость спровоцировать вас на нее, потому что вы популярный человек? — Ну, вы знаете, я хочу вам сказать так, наверное, гора, которая полна золота, всегда получает удары копья. — Не поняла. — Каждый публичный человек, не имея значения, артист это, чиновник не имеет значения, всегда подвергается такому, ну, так скажем, информационному насилию, если можно так выразиться. — Если бы это был другой человек, какой-нибудь, ну, условно говоря, человек, который недостаточно популярен, недостаточно известен, я думаю, что эта ситуация не приобрела бы такой массовый характер. — Масштаб такой не приобрела бы. — Да, абсолютно верно. Поэтому не хотелось бы возвращаться в эту неприятную ситуацию, но я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал все эти три месяца. — Это понятно, и действительно им следует сказать спасибо. Далее наедине со всеми. — Не будьте навязчивы. — О, это вы мне так... — А вы себя, как сказать, на какую-то минуту почувствовали просто обычным человеком, который вот попал в не очень хорошую ситуацию и в которой, может быть, был виноват? — Ну, вы знаете, я себя в любом случае чувствую обычным человеком. — Всегда? — Абсолютно верно. — Я просто творческий человек, я ранимый, меня очень легко обидеть. Это действительно так. Конечно, меня не совсем радует. — То есть вы, несмотря на то, что вы уже так долго находитесь на сцене, не обросли какой-то такой шкуркой, броней? — Надо подумать, нарастил или нет. Думаю, что нет, наверное. — Я просто думаю, что действительно, ведь вас почти никогда не сопровождали скандалы там, да? Сопровождали легенды, это да, которые вы там поддерживали отчасти, да? Это были какие-то такие мифы, да? Которые нравились публике вот про ваши жабры или про то, что вы даже инопланетянин. Но скандалов не было. Значит, у вас не было повода как бы что-ли наращивать эту броню? — Вы знаете, я, наверное, в какой-то степени суеверный человек и скажу вам, наверное, так, что я верю в судьбу, и, видимо, Господь Бог послал такое испытание. Может быть, это какой-то там знак или какое-то предупреждение, либо еще что-то в этом духе. — О чем? Предупреждение о чем? — Ну, что нужно жить, наверное, по-другому, нужно что-то исправлять в своей жизни. — Ну и как вы изменились? — Я не считаю, что я изменился. Я вам скажу, наверное, очень простым языком. Каждого человека в этой жизни можно довести. Вот и все. — То есть вас довели? — Ну, я думаю, так. — Вас умело спровоцировали? Получается так? — Самое главное, что у меня есть, знаете, такое, наверное, в какой-то степени, в большей степени интуитивное восприятие будущего. Я чувствую, что все будет хорошо, у меня есть перспективы. — Хорошо. А как вы вообще относитесь к китайским мудростям разнообразным? К книге перемен, по которой можно гадать, там, и к высказываниям неким? — Ну, вы знаете, вот, наверное, самый главный афоризм, вернее, фраза интересная, которая очень сильно мне запомнилась, Мао Цзэдун сказала. — Вот какого неожиданного вы, мудреца, выбрали. Так. — Не будьте навязчивы. — О, это вы меня так... — Это я просто вспомнил фразу. — Случайно? — Вы мне задали вопрос, я ответил. — Еще хотел бы уточнить легенду, почерпнутую все из того же интернета, относительно того, что вашим голосом заряжают воду. Это так? — Да. — О, какая неожиданность. — Однажды я был приятно потрясен, когда на сцене Кремлевского дворца съездов, когда был мой первый сольный концерт, открылись кулисы, я увидел несколько десятков банок, наполненных водой. — Вы удивились, я думаю. Я не понял сначала, что происходит, но потом я выяснил, что, оказывается, люди лечатся и заряжают воду моим голосом. Ну, как известно, структура воды, кристалл воды меняется от влияния определенных вибраций на кристалл. — Малеку. — То есть, допустим, там, да, там, рок-музыку поставит, кристалл, там, вот такой будет, если там какую-то классическую музыку, кристалл совершенно другой. — Но вы это не уточняли, просто вот увидели это, да, и дальше уже не интересовались? — Я никогда этим не интересовался. Вот если люди ставят банки с водой на моих концертах, если им это помогает, слава богу. — Вот вы знаете, вы действительно очень любопытный собеседник, и очень много вас противоречит для меня, открылось, хороших таких неожиданностей, я бы сказала. — Вы, я верю, что вы трудоголик, да при этом вы очень все равно закрытый человек. Вот чуть-чуть вы открылись сегодня, чуть больше, но в принципе, ну, прям вот закрытый-призакрытый. Вот мне ужасно любопытно, откуда же вы черпаете силы для того трудоголизма, которым живете? — Вы не подпускаете близко к себе людей, вы говорите, что вам неинтересны, так сказать, ну, вот стандартные способы жизни, вы не любите или не можете часто отдыхать, у вас нет друзей, у вас возвышенные отношения с супругой? — Это итог. — Где вы берете азарт для того, чтобы идти на следующий рывок? — Сила — это любовь. Это, в первую очередь, любовь к своей семье и поддержка своей семьи. Вот когда я возвращаюсь к себе домой, и я понимаю, что меня там любят и ждут, я возвращаюсь в свой очаг, это и есть силы, это и есть энергия. — Если в юности вы совершали какие-то нестандартные поступки, то с тех пор, как вы стали выступать на сцене, я думаю, что ваше время стало занято довольно сильно. Чем вы сегодня нестандартны? Чем вы сегодня поддерживаете, ну, вот, свою оригинальность, собственную, не для внешних глаз? — Я об этом не думал, честно говоря. Я не поддерживаю свою оригинальность. — Угу. Не тратите на это силы? — Я не поддерживаю свою оригинальность. Знаете, вот, когда я был молодым, наверное, 12-13-14-15 лет, тогда я об этом думал. Я хотел как-то вот быть оригинальным. Сейчас я об этом не думаю. — А у вас есть какие-то мечты? — Мечта? Моя мечта... Знаете, такой интересный вопрос. — Да. — Как бы он простой, но одновременно очень сложный. Я всегда этот вопрос всем задаю тоже. — У вас есть мечта? — Да. — Вот. Сложный вопрос. Есть мечта, чтобы все было хорошо. Вот об этом я мечтаю. — Ну, что такое все хорошо? Все живы-здоровы? Что? Были бы деньги? Были бы возможности отдыхать? — Я хочу, в первую очередь, конечно же, чтобы была счастлива моя дочка. — А вы можете себе представить, что ваша дочка вырастет, и вам придется выдавать ее замуж? — Неоднократно об этом думал. — Да что вы! Ну и как вам эта перспектива? — Главное, чтобы ей хорошо было. — То есть, так справитесь со своими ревностями? — Безусловно, безусловно, конечно. Я в этом отношении очень объективный человек. Если человеку хорошо, моему любимому человеку хорошо, то ни в коем случае я не буду ревностно или как-то по-другому к этому относиться. — В одном из интервью вы сказали, что вы являетесь сторонником такой вот мысли, что птица счастья, она есть. И, мало того, по вашему твердому убеждению, она прилетает в жизни всего два раза. И нужно успеть вскочить к ней на крыло, как на подножку уходящего поезда. Откуда эта идея про два раза? Обычно, если уж там счастье привалило, то однажды. Если птица счастья прилетела, то один раз. — Вообще, в принципе, человек так устроен, что лучше два раза дать возможность. — Шанс просто добавить еще. Мало ли, в прошлый раз плохо прыгнул. — Добавить, на всякий случай пусть будет, да. Поэтому два раза. А может быть и три. — А, то есть это увеличивается в зависимости от того, как вам фантазируется. — Может быть и четыре, да. Все зависит от человека, как он смотрит, в принципе, по сторонам. Можно с первого раза увидеть, а можно с десятого. Поэтому я думаю, что концентрироваться именно на цифре два не стоит. — Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Сколько раз к вам прилетало птица счастья? — Ой, сейчас я уже, наверное, перестал обращать внимание на это. — Сбился за счет? — Нет, перестал обращать внимание. Дело в том, что вот когда я уехал в Москву, я очень отчетливо видел эту птицу счастья. Я понимал, что мне нужно сделать определенные поступки в определенное время. То есть я очень ярко и конкретно видел эту птицу счастья, которая пролетела. И вот прямо она зависла надо мной и вот порхала своими крыльями. Садись, говорит. Садись. Садись ко мне на крыло. И я сел, и вот ты перелетела к вам сюда на программу. — Чудесно. Спасибо вам большое. Это при всем вашем сарказме я действительно вам очень благодарна за то, что вы подлетели на своей птице счастья сюда. Немного приоткрылись как человек, как человек очень интересный. И вы знаете, на меня произвело впечатление ваш рассказ про мишку или собачку, которую вам не удалось дождаться в детстве. Я не знаю. Так ли он выглядел? — Спасибо. — Ну это от нас. Со всей душой. — Очень приятно. — Ну это маленькая компенсация за эти неприятные вопросы, которые вы слушали здесь. — Все приятные вопросы. — Все приятные. — Но мне казалось, вы меня покусываете уже так немножечко в ответ. — Но мне же ведь тоже интересно узнать о вас что-нибудь. — Поговорим. Спасибо вам большое. — Спасибо. — Спасибо. — Завтра наедине со всеми. — Рождение моего ребенка спровоцировало такую реакцию, от которой я была в таком шоке. — Это вообще закрытая тема для всех. — Те обвиняют в том, что абсолютно не имеют к жизни никакого отношения. — А почему нельзя было дать опровержение и сказать это? — Бесполезно. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова